здравствуйте уважаемые слушатели здравствуйте александр всех рад приветствовать на нашей новой встречи с александром элдером мы проводим данные встречи раз в месяц собираемся смотрим рынок разбираем ошибки смотрим различные ситуации которые могут быть полезны и трейдерам и инвесторам прежде чем мы начнем как всегда я напомню о рисках всегда важно помнить о том что торговля на финансовых рынках связано с рисками с ними нужно разобраться с ними нужно познакомиться и применять любые стратегии и брать во внимание также расчет риска этого вопроса мы также касаемся в ходе наших встреч в ходе наших вебинаров для тех кто присутствует впервые на наших вебинарах скажу несколько слов по компании адмиралов мы являемся международным брокером мы работаем уже более 22 лет вот кстати был день рождения в марте и оказываем сервис как для трейдеров так и для инвесторов предлагаем различные инструменты и товарно-сырьевые рынки и акции и индексы то всегда можно найти те инструменты которые могут быть для вас интересны находясь практически в любой стране для торгового мы предлагаем несколько платформы то есть и метатрейдер и также была разработана собственная платформа который находится в кабинете есть также мобильное приложение и о следующих новинках следующих интеграциях я вам уже расскажу также в следующий раз а если резюмировать то мы предлагаем сервис как раз для сервиса для трейдеров и для инвесторов хочу также сделать небольшой анонс у нас проходит раз в месяц встреча под названием market talks где мы приглашаем разных трейдеров и спрашиваем про пути про путь скажем так в трейдинге а кстати на русском языке у нас было интервью с александром поэтому рекомендую на нашем youtube канале а его посмотреть и там очень много полезных полезных знаний именно о пути трейдера и много полезной информации поэтому не буду все рассказывать поэтому сходите посмотрите если еще не видели как я уже сказал то есть мы в admiral уделяем большое внимание это обучение потому что мы понимаем что стать трейдером за один день невозможно как собственно в любой профиль профессии этому нужно учиться с этим нужно разбираться и мы со своей стороны помогаем это нашим клиентам самое удобное это подписаться на наш youtube канал телеграм-канал чтобы вы всегда были в курсе новых выпусках новых встреч ссылочки я пришлю в чат ну а те кто смотрит нас на youtube канале то все полезные ссылки будут в описании к этому видео прежде чем мы перейдем к вебинару да как всегда я делаю такой небольшой карту рынка за последний месяц да мы видим что он был такой не сильно волатильные какие-то бумаги там достаточно сильно просели относительно да это банковский сектор мы о нем тоже поговорим сегодня зелененьким у нас выглядят технологичные компании собственно такая ситуация нас на рынке есть некоторые то ли неопределенности сказал бы я сейчас не то что все там растет или все падает и уже говоря о теме нашей сегодняшней встречи то что мы проговаривали с александром и что хотелось бы сегодня разобрать это как всегда когда мы начинаем это поговорить про текущую ситуацию будет интересно услышать меня александра и скажем так из первых уст что происходит в сша и чуть поговорить также про банковский сектор мы говорили об этом на прошлом вебинаре который был на прошлой неделе на английском языке но я думаю что часть уже за неделю через ситуация немного поменялась и интересно было бы услышать ваше мнение на этот счет также разберем ключевые рынки да разберем ключевые инструменты подведем итоги конкурса да как всегда узнаем кто выиграл книгу с автографом александра разберем несколько бумаг будет также серия вопросы ответы на вопросы и в конце также после основной части я расскажу про то как можно получить индикатор александра и про правила конкурса александр очень рад вас видеть очень приятно с вами встречаться знаю что уже вышла новая книга да и сегодня от вас получил фотографию как вы ее держите в руках поэтому если вы ее держите в руках вот так как сейчас значит мы можем сказать что книга вышла да ее можно найти и будем ее также когда отправим те книги которые у меня сейчас вашим живым да автографом и следующей книги уже будем отправлять новые добрый день спасибо большое очень рад что книжка вышла наконец издательство альпина у меня с ними очень давнишние взаимоотношения хорошие для много и и что произошло в этот раз значит выпуск книги затянулся в россии есть две скорости очень быстро или очень медленно среднего нет я попал в данном случае под медленную скорость было трудно и никак не никак не было переводчики все не нравились какие-то начин короче альпина нашла переводчицу которая самая лучшая переводчица за все эти годы я пишу по-английски на русский язык мои книги переводится потом я вычитываю все эти переводы то есть я я активно участвую в процессе издания книги книга никогда не мое время никогда не окупится никакими гонорарами из россии но я это делаю для большого личного удовольствия я знаю что книга которая выходит в россии эта книга я могу подписаться под каждым словом это то что я хочу сказать так как я хочу это сказать они нашли блестящую переводчицу она москвичка живет в сербии в данное время и мы с ней очень плотно работали над этой книгой книжка вышла визуально прекрасно они сделали книжка в цвете на хорошей бумаге то есть альпина постаралась и желаем большого успеха в распространении продаж этой книжки спасибо вам конечно роман как всегда на добром слове который как старом советском фильме эта женщина говорит доброе слово и кошки приятно но я больше по собакам спасибо еще раз за приглашение и конечно сейчас невероятно интересная обстановка на рынке и напряженная обстановка правильное время говорить об этом я начну с того что покажу вам один из своих любимых индикаторов и поделюсь очень хорошей новостью относительно доступности этого индикатора так как роман если вы не возражаете я возьму контроль да тогда а вы не дает да конечно screen и я хочу показать я хочу показать где-то картинка ска вот она вот это вы видите этот график до роман да да прекрасно как как знают многие читатели моей книги мои предыдущих книг кстати книга которая вышла я считаю эту книгу трудом своей жизни все я книжку кончил писать это моя это моя главная книга сказать все что я выучил я вложил в нее с тех пор как она вышла я еще чему-то научился на эту же ходить если будут какие-то классы и забывают я занимаюсь трейдингом и все искать книги книжки этого это был мой последний последний от души написанный труд так вот один из моих самых любимых индикаторов если не самый любимый это индекс новых высот новых низов и в последние годы я пользуюсь этим индикатором в варианте которого до сих пор ни у кого в руках не было меня научил этому индикатор один из моих один из моих учеников они учатся у меня я иногда у них чего-то хорошего очень хорошего подхватываю и это индикатор этот индикатор называя он называется по-английски капитализация индекс новых высот новых низов построенный на капитализации капитализация это цена всех акций данной компании то есть если вы смотрите допустим на акцию apple или google то естественно там счет идет на миллиарды я думаю долларов если вы смотрите на акции там какой-то компании местная компания по производству яиц курятники у них большие выпустили свои акции то у них капитализация конечно крошечная и когда акция поднимается на новую высоту и на новую или опускается на новый низ обычно люди смотрят просто на число этих компаний когда вы это делаете капитализация то я множу капитализацию всех компаний которые достигли новых высот на их количество и получается вот такой график наверху вы видите это график а внизу две линии красная линия это капитализация новых низов а зеленые новых верхов и я сначала вам сказать расскажу про эту акцию а потом поделюсь с вами новостью очень положительный для всех вы видите что я пометил зеленый зеленым таким штрихом когда зеленая линия поднимается выше тридцати триллионов долларов я даже не знаю как по-русски по-русски говорят триллион это есть миллион триллион да да триллион значит выше тридцати триллионов долларов я это называю паника покупателей покупатели красаются покупать в панике и обычно вот эти вот зеленые такие вот взлеты то есть зеленая линия поднимается до полосы в 30 триллионов они обычно показывают что рынок что ралли на выдохе уже все вот уже по максимуму да с другой стороны когда красная линия поднимается выше тридцати триллионов это значит на рынке паника продавцов люди выбрасывают акцию и глядя на этот графики нужно его расширить конечно мы вы видите что все мало-мальски все значимые донышки и все значим х пойманы что же происходит сейчас история конечно дело очень интересное но я к сожалению не адмирал ни один брокер не позволяет нам торговать в середине графика мы должны торговать у самого правого края там вот здесь мы принимаем решение что же нам этот график говорит о правом крае где нам надо принять решение сейчас на последняя паника покупателей была в начале февраля последняя паника продавцов было вообще давно в сентябре прошлого года и рынок вот с тех пор он застрял в диапазоне этот диапазон я отметил двумя линиями верхушка февраля и низ декабря вот это вот диапазон который зажат американский фондовый рынок какой-то момент он пробьет этот диапазон какую сторону индикаторы не говорят но когда он пробьет этот диапазон вот это будет следующее значительное движение рынка если вы заставите меня высказать какую сторону его пробьет я все-таки считаю что вниз медвежий рынок был подтвержден и сейчас он под вопросом но пока бычий рынок не дал нам четкого сигнала мы должны уважать предыдущий правильный сигнал предыдущий сигнал был на медвежий рынок на бычий он еще не поступал поэтому когда я начинаю чесать реплы думать вверх вниз то я больше ориентируюсь вниз в уважение восстановившемуся трендом а теперь хорошая новость есть я покажу вам сейчас этот графика не график вернее страничку так-так-так-так-так-так где она сюда 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 и сюда один момент насколько я помню я должен прекратить вещание а потом взять его опять шер скрин и уже показать вот эту страничку которую я вам хочу показать где она где она где она окей вот нашел и шер так вы видите эту страничку сейчас да да видим написано написано summary of stocks with new highs и new lows значит этот сайт называется bar chart premiere это платная это платная сторона сайта но вы увидите это все на бесплатной стороне bar chart вы выходите на эту страничку summary of stocks with new highs и new lows вниз 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 так где она просто сейчас это в конце дня только они покажут в конце дня на этой странице будет показано не только новые высоты и новые низы а будут показаны новые высоты и новые низы с капитализацией и нажав вы сможете вы сможете увидеть а вот неправильно нажал одну секунду вот в самом низу вот end of day and historical data только в конце дня это неживая неживая информация by market cap one month new highs значит новый график новых высот выскакивает график то же самое для новых низов то есть если вас заинтересует этот индикатор идите на сайт bar charts и вы можете его там построить график прямо на сайте ничего скачивать не надо они вам дают два года истории и вы это видите на своем экране хорошая цена бесплатно вот так вот роман давайте теперь и кстати еще одну секунду раз еще мы здесь хочу вам показать я посматриваю посматриваю на эту страничку иногда в течение дня сегодня на рынке на американском сильное ралли смп взлетела на поутру на 50 пунктов сейчас 40 я смотрю сюда сколько новых высот 295 сколько новых низов 209 то есть разница очень маленькая при сильном тренде высот было бы порядка тысячи или много сотен а низов мало а сейчас они идут вот так вот голова в голову если смотрим на на 52 опять-таки новые высоты на вопрос за сколько я люблю смотреть за один месяц но вот внизу написано 52 то есть 50 то есть значит за 52 недели новых высот 59 новых низов 92 какой это ралли большим подозрением роман я отключаю тогда переходим на вас и вы начнете показывать графики на вашем софте хорошо да александр если не против вот вопрос по банкам как как вы сейчас поменялась ли ситуация там условно за неделю можно этим резюмировать я вам покажу я мы посмотрим на ваши графики когда мы перейдем конкретным акциям я или вас попрошу поставить эти графики или 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 сам покажу хорошо договорились вот так так сейчас открыл s&p 500 окей одну секунду хочу так взглянуть все в порядке s&p 500 вы только что видели график s&p 500 который значит он был запрос кстати график он так красиво был весь разрисован с прошлого уикенда ничего нового не произошло сказать возле ныне там и вы видели вот эти линии если роман на навески горизонталь над февральским топом в недельном графике слева да и опять-таки для тех кто новички к нашим вебинарам напомню всегда нет а дальше выше немножко вот нет нет совсем последний пик вот 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 сюда да и нижний на предыдущему донышку от этого пика дальше дальше назад 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 ниже вот вот и выше 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 еще выше гораздо выше вот сюда вот так вот вот это вот это диапазон в котором рынок заперт 4 200 наверху 3 750 внизу и ждем пролома но если бы кто-то мне сказал алекс поставь деньги на пролом я бы поставил на пролом вниз но без это не то что сто процентов да скорее всего скорее всего трудный нейтральный график в котором очень трудно работать любителям трендов и в котором совсем неплохо работать тем кто любит торговать против против трендов что имею ввиду против трендов смотрим на дневной график и вы видите вот здесь происходит падение тренд вниз на дневной график да все более низкие донышки и все более низкие высоты но при этом вы видите вот такие вот хвосты которые выскакивают из из такого плотного вязания цен я их раньше называл пальцами а у меня вот раньше в Москве была переводчица такая Мария Волкова очень печально она она всю жизнь была инвалидкой она умерла несколько лет тому назад мы с ней очень дружили и она назвала и эти вот такие вот выхлесты хвостами кенгуру кенгуру обталкивается от хвоста и вот если вы любите и умеете ловить такие хвосты то конечно есть очень хорошая возможность играть как на повышение так и на понижение но нейтральный рынок очень трудно едем дальше давайте посмотрим да кстати как звук Роман как вы меня слышите все в порядке все в порядке да да сейчас в порядке я говорю разбудите меня когда это кончится смотрим на недельный график был очень сильный тренд вверх который постепенно как и многие тренды ослаб и это ослабление особенно заметно на графике индексы силы в нижней части да вы видите как эти вот верхушки индекса силы все ниже и ниже и и ДАКС как-то как-то застрял тоже видно хорошо на то есть на прошлой неделе начался взлет началось ралли и эта неделя на повышение но смотрите где на правом дневном графике где сейчас находится ДАКС он только значит головой упирается в зону очень сильного сопротивления я не торгую ДАКСом мне хватает головной поля у себя дома но если бы если бы я находился сейчас в Европе и мне сказали бы давай будем будем заниматься трейдом по ДАКСу сегодня ничего в данный момент ничего но я бы подождал пока сегодня ралли коротить нельзя покупать я бы не стал покупать потому что ДАКС уже уперся головой в очень сильное сопротивление я бы подождал не появится ли вот этот маленький такой хвостик кенгуру вверх вот тут тут то я бы закоротил и сыграл бы на возвращении в зону ценности в зону между двумя скользящими средними краткосрочная сделка то есть ДАКС сейчас выше ценности он выше ценности мы давно об этом не говорили есть цена и есть ценность цена на ДАКС совершенно вот справа ярлычок на цене 15343 и 26 центов вот это цена но а какова ценность какова ценность сейчас ДАКС правильно оценен переоценен недооценен ценность определяется двумя скользящими средними на недельном и на дневном графике вот это ценность ценность живет в этой зоне и мы видим здесь что ДАКС выше зоны ценности он может там долго находиться но он находится выше зоны ценности поэтому стратегически я подхожу к этому надо я хочу сыграть на возвращение к ценности никаких больших прогнозов возвращение к ценности сейчас можно играть нет сейчас нельзя потому что очень сильный столбик ДАКС закрылся он закрылся уже он закрылся у верхней границы дневного столбика очень силен посмотрим завтра будем ждать пальцы вверх или хвостика кенгуру может быть рынок даст нам эту сделку может быть нет но при этом смотрим на все остальное мы МСД гистограмма в положительной зоне индекс силы на нуле значит силы этого ралли слаба ну я его подождал чтобы индекс чтобы МСД гистограмма из зеленой стала синей кстати кто-то прислал вопрос а можно ли торговать когда гистограмма когда импульсная система синяя абсолютно можно почему импульсная система это не система торговли это система цензуры когда импульсная система зеленая запрещено каратить когда импульсная система красная запрещено покупать и самые лучшие сигналы возникают не когда рынок становится зеленым или красным импульсная система становится зеленым или красным А когда свет уходит, когда пропадает красный цвет, а вот теперь можно их купить. Когда пропадает зеленый цвет, вот теперь можно закоротить. Едем дальше. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим на евро-доллар. Сейчас евро ведет себя не сильно. Евро откатился в зону ценностей. И вот здесь, набравшись сил, казалось бы, сейчас рванет опять к новым высотам. Вместо этого на прошлой неделе был слабый очень график. Евро взорвался вверх и отдал примерно половину своей прибыли. И сейчас он торгует евро внутри диапазона прошлой недели. Сегодня он открылся по верхам, закрылся по низам. Это нехорошая динамика. Четкой сделки в евро в данный момент я не вижу. Если кто-то мне представил пушку в голове и сказал, Алекс, ты должен сделать сделку по евро. Я бы закоротил. Но очень краткосрочно. Но без приказа я бы не стал им торговать. Очень неопределенная ситуация. Была очень сильная, а сейчас что-то зависело. Не надо быть героем. Не нужно загадывать сильно, что будет в будущем. Хорошие сделки должны прыгать с экрана и хватать за лицо. Когда случается такое, рынок мне говорит, Алекс, если ты не будешь торговать этим, чем ты будешь торговать? Вот такие сделки я хочу всегда найти. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим. Золото. Очень сильный тренд. Смотрим на недельный график. Очень сильный тренд. И в отличие от евро, золото вышло за пределы конверта, опустилось обратно в зону ценности. И вот сейчас, в последние три недели, опять выше конверта. Выше конверта я очень осторожен. Золото сильно переоценено на недельных графиках. Но при таком сильном тренде я хочу посмотреть на дневной график. Как торговать? Скорее всего, на повышение. И что бросается в глаза на дневном графике? Посмотрите на пик в январе, который был в MACD гистограмме. Золото поднялось до верхней границы конверта. И MACD гистограмма тоже нарисовала такой хороший пик. Потом падение. И вот сейчас, буквально пару недель тому назад, золото достигло новой высоты. И MACD гистограмма сильнее. Сильнее. То есть это показывает, и то же самое с индексом силы. Это показывает, что цена выше и сила быков больше. Очень положительный фактор. В данный момент золото переоценено. Немножко, не сильно. И я бы, значит, верхняя граница этой зоны ценности, зона ценности где-то между 1930 и 1950, так на вскидку сказать. Вот где-то ниже 1950 я бы стал это дело искать покупать. То есть, чтобы золото на дневном графике вернулось в зону ценности. В зоне ценности уже смотреть на графике, чтобы уже точно решить, в какой момент покупать. Но зона ценности уже близко. Интересный рынок. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим на нефть. Нефть на недельном рынке. Высокие цены на нефть полезны каталитарным режимом, а на низкие цены демократии. Советский Союз развалился, когда нефть упала до 5 долларов за баррель. И просто уже денег не осталось, как поддерживать систему. Нефть взлетела очень сильно в феврале прошлого года. Сейчас нефть стоит дешевле, чем она стоила до начала войны. Кстати, Америка прекрасно зарабатывает. Самое смешное, зарабатывает на этой войне. Америка предоставляет Украине огромную помощь оружием и бенгами. Но это только толкий процент от того, как Америка зарабатывает, продавая нефть. Европу, которую раньше продавали совсем другие организации. Но при этом, при этом, на недельном графике нефти, прямо вот сейчас, возник бычий сигнал. Значит, смотрим в декабре, когда нефть упала, и мы смотрим на нефть Брент. Нефть упала. Смотрим на уровень МСД-гистограммы. Вот какая глубокая она была. Теперь в этом месяце нефть упала ниже декабрьского уровня. И что мы видим? Ложный проложник. И, кстати, Роман, а можно немножко уплотнить этот график еще, чтобы больше историй увидеть? Чуть-чуть больше. Вот так вот. Прекрасно. Можно еще вторую линию нарисовать? Оставьте эту. Вторую линию чуть-чуть ниже донышка сентябрьская. Вот так вот. Вот так вот. Вот это вот зона сильнейшей поддержки. Это зона, в которой остановилась ралли. Идем слева направо. Ралли заходит в эту зону, останавливается. Заходит в зону, останавливается. Заходит выше зоны, падает в нее. И потом начинается сильный взлет. А сейчас нефть находит поддержку в этой зоне. В этой зоне. Это где-то между 65 и 75. У правого края мы видим, что то, что было на прошлой неделе, это был ложный пролом вниз. Я очень люблю играть против ложных проломов. То есть, все, медведи навалили, сейчас все, завалят нефть, а и не получилось. Она пошла обратно вверх. Смотрим на МАСД гистограмму, и мы видим глубину донышка на последнем ценовом дне, еще чуть-чуть ниже. На гистограмму внизу. Вот, вот, видите. Предыдущие силы медведей на предыдущих спадах. И силы медведей сейчас никакой. Просто никакой. И то же самое, кстати, с МАСД-линией. Тоже сделали, нарисовали бычью дивергенцию. Цена ниже, линии выше. Так что нефть стоит очень даже неплохо. Очень неплохо стоит. Пойдем на дневной график. На дневном графике нефть уже взлетела в зону ценности. Немножко перехватила ее, опустилась в нее. Вот, кстати, посмотрите на эти маленькие хвосты кенгуру на дневном графике. Один и другой, которые были вот в последние пару недель. То есть в течение дня обваливают нефть, а к концу дня все-таки побеждают быки. Что бы я сделал с нефтью? Я давно не торговал нефтью, занимаясь американскими акциями, опционами. Что бы я сделал с нефтью? Я бы разложил свою планируемую позицию по размеру на 3-4 части. И первую часть я бы взял сейчас. Но я бы хотел купить, добавить к своей позиции, когда нефть окажется ниже зоны ценности. Когда МСД гистограмма на дневном графике опустится ниже нуля. Вот тут-то я бы стал ждать возможности более дешево купить нефть. Но чтобы поезд не ушел, маленькую частичную позицию сейчас, а уже более крупную позицию, когда рынок даст мне более хорошую цену. Спасибо, Александр. И завершающий наш инструмент такого межширночного анализа – это биткоин. Сегодня статья. Я каждое утро, у меня такой ритуал. Я просыпаюсь рано, беру iPad, смотрю последние цифры по рынкам, которые торгуются, естественно, 24 часа в сутки, и читаю Wall Street Journal. Так, сегодня на первой странице статья. Жульничество в биткоине невероятное. Этот Бэнкман Фрид, это мужик, который под арестом сейчас, FTX у него была компания, развалилась. В сегодняшней газете написано, что ему новое обвинение предъявили. Китайцы у него задержали миллиард, миллиард долларов, крипты. И он дал 40-миллионную взятку, чтобы его разморозили. Здесь есть закон о предотвращении коррупции за границей. Так что по этой статье, я не знаю, что в Китае будет с товарищами, которые взяли эту взятку. Думаю, что ничего хорошего. Но этот наш местный товарищ Бэнкман Фрид получил еще одну статью. Но на биткоин это не повлияло. Биткоин сегодня встал на уши и атакует высоту предыдущей недели. Смотрим на недельный график, значит, с левой стороны. Это фундаментальные новости. Переходим к техническому анализу. Смотрим на недельный график. И на недельном графике мы видим, что биткоин торгуется на уровне верхнего конверта. То есть это зона перекупленности. Четкая зона перекупленности. Импульсная система зеленая. Коротить нельзя. То есть рынок сильно перекуплен, но коротить его еще нельзя. Идем на дневной график. И импульсная система тоже только что перевернулась. Стала из красной и зеленой. Поэтому, если кто любитель краткосрочной торговли, сейчас, значит, купить. Но если бы я занимался биткоином, то я бы с большим интересом ждал, чтобы он пробил мартовскую высоту повыше. Чуть-чуть выше. Эмоции толпы. Народ в ажиотаж. Пускай он пробьет мартовскую высоту. А вот уже потом посмотрим, удержит он эту высоту или нет. Если нет, коротить, коротить и коротить. Но возвращение, опять-таки, мишень, возвращение в зону цианинской. Спасибо, Александр. Посмотрели все основные инструменты. И сейчас хотелось бы подвести итоги конкурса, в котором как раз главный приз – это книга с вашим автографом. Еще предыдущая пока. Дальше будет следующее. Как только эти книги все отправим, и в ближайшее время это сделаем всем участникам, кто участвовал в конкурсе. Но вернемся к текущему конкурсу. Во-первых, да, сейчас вы видите таблицу результатов по этому конкурсу. Что интересно, в этот раз достаточно большое количество сделок, которые предлагались на конкурс, они все еще открыты. То есть их профит был достаточно большой. Да, большой. Какие-то сделки там по Beyond Meat, допустим, там 28% изменения. То есть эта сделка была на Short по Intel 17%. Но по правилам нашего конкурса мы отдаем предпочтение тем, чья сделка полностью закрылась. То есть завершилась по Take Profit. И здесь мне хотелось бы отметить возвращение Анны Викторовны, которая у нас участвовала, побеждала. Но давненько я не видел от нее пожеланий. И вот она в этот раз еще раз его сделала. И ее предложение по шарту Warner Brothers оказалось самым результативным. Но опять же по правилам. То есть человек может победить только один раз, но она продолжает предлагать свои варианты. Поэтому у нас есть почетное второе место, которое как раз... Кто получит книгу, это криптовалюта по отношению к доллару, EOS, USD. Я, если честно, не знаю такую валюту, никогда за ней не смотрел, ну, криптовалюту. Но тем не менее, то есть она присутствует, по ней была предложена сделка, и чуть дальше мы на нее тоже посмотрим. Две книжки человеку не надо, да? То есть, Анна Викторовна, одну книжку в спальне, одну в гостиной, одну в кабинете. Я очень рад вашим успехам. Вы четко умеете выбирать акции, контролировать их. Я только надеюсь, что вы контролируете денежные риски так же умело, как вы находите акции. Потому что, вы знаете, мы все проходим через несколько стадий. Сам там был. Сначала, значит, мы учимся как-то читать графики, принимать какие-то решения. По неграмотности делаем массу ошибок. Сам там был. Потом, значит, приходит умение их читать, делать какие-то сделки. А деньги почему-то не получаются. И только потом начинаешь понимать неправильное распределение капитала. Маленькие выигрыши, большие потери. И вот это вот уже стадия профессионального. Решить эти проблемы, вот это уже стадия профессионализма. Так что, я не знаю, на какой вы стадии, Анна Викторовна, но желаю вам успехов и все хорошо. Смотрим на эту валюту. По-моему, это эфириум. Кажется, я не знаю. Нет, эфириум другой. Не знаю, не знаю, не знаю. Очень мало грамотен в этой части. Значит, одну секунду. Он... Так, 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 где это? Я не вижу здесь, где купил, где продал. А вот на графике, недельный график, вот стрелка продажи. Да. Красная линия закрыта по take profit. То есть вот take profit. Прекрасно. 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 И особенно прекрасно на дневном графике. Особенно прекрасно на дневном графике. Ложный пролом вверх, хвост кенгуру, медвежья дивергенция МСД гистограммы, медвежья дивергенция индекса силы. То есть вот так вот все, все работает вместе, как оркестр. Очень хорошая сделка. И нежадное снятие прибыли. Нежадное. Потому что очень часто бывает, что люди еще, 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 а рынок не дошел или слишком далеко ставят мишень. А здесь мишень стоит. Вход был очень разумным. Переоцененный рынок, выше конверта, ложный пролом, все. А мишень была в зоне ценностей. Все очень логично и без жадности. Какой-то новичок может начать пинаться. О, можно было еще подержать, еще ниже. Да, можно было. Но скорее, в этот раз это получилось бы. Как правило, это не получается. Поэтому такое очень взрослое решение этой сделки. Большой позитив. Поздравляю. И, как всегда, по традиции разбираем еще несколько примеров сделок, которые не увенчались успехом на предмет поиска ошибок. И как раз рекомендация того, чем можно было руководствоваться, чтобы избежать, допустим, этих же потерь. Одна из бумаг – это TripAdvisor. Сделка была предложена в лонг. На недельном графике здесь вход в район 22.20. И стопло стоял на 20. И здесь то же самое на дневном. TripAdvisor – один из моих любимых сайтов. Я, когда планирую какие-то путешествия, всегда смотрю на TripAdvisor. У них ревью хороший. Сам иногда печатаю свои, в частности, по Таллину. Но не очень удачный выбор сделки. На недельном графике, за неделю до входа очень резкое падение. Очень резкое падение. Такой вот широкий, длинный столбик. Явно, что какие-то массивно негативные новости были. После такого столбика лучше переждать. Просто лучше переждать. Но я уж не говорю о том, что импульсная система была красной в момент покупки. Нелегально, да? Кажется, что была красной. Смотрим на дневной график. На дневном графике мы видим новое… В момент входа видим новое глубокое дно MACD-гистограммы, новое глубокое дно индекса силы. Оттуда оно еще глубже становится. Но это… Я упоминал раньше, есть очень успешный американский управляющий капиталами с великолепной репутацией. Но он ушел из бизнеса, занимается благотворительностью. Он в своей книге пишет, пытаться поймать донышко – это как пытаться схватить падающий нож в воздухе. Неизбежно хватаешь его в неправильном месте. Вот это вот, как раз, случай наш участник пытался поймать падающий нож и порезался. Спасибо, Александр. И вот я еще… Слушаем в следующий раз. Я решил взять еще один инструмент. У нас по нему не было, скажем так, предложений ранее. Но это газ. Мы прекрасно помним, насколько он сначала вырос, сейчас продолжает падать. И здесь был вход на покупку в районе 2,5. Take Profit 3,6 и Stop Loss 2,18. То есть, ну, вот здесь на дневном и вот на недельном. Рановато. Просто рановато. Никаких дивергенций, ничего сказать. Да, импульсная система была синяя на недельном графике. Кстати, красная на дневном, что совсем нехорошо нелегально покупать. И никаких сильных сигналов на покупку. Если я хочу видеть какую-то дивергенцию, или что рынок потерся о край конверта. Вот ничего этого нет. Просто посередине взял и купил. Сейчас зато у правого края, вот на вашем графике, выглядит гораздо интереснее. Выглядит гораздо интереснее. То есть, в феврале было донышко, и сейчас газ опускается к этому донышко, и индекс силы уже начал подниматься, показывая, что медведи не так сильны. Я бы стал присматриваться к покупке. Стал бы присматриваться к покупке. Пока еще нет, потому что на каждом графике низ ниже, а верх тоже ниже. Я бы хотел увидеть пролом выше верхней точки последнего столбика. Вот тут-то я бы заинтересовался к покупке. Спасибо, Александр. Очень важно, если сделка удалась, сделка или не удалась, продолжать отслеживать этот инструмент. У меня есть хороший друг в Берлине. Он называет этот контингент своим... Как по-русски правильно? Гарем или гарем? На каком слоге ударения? Давно не слышал этого слова. Гарем. Гарем. Потому что по-английски по-другому, на первом слоге. У него есть где-то 200 акций. Он говорит, это его гарем. Он с каждой из них уже побывал не раз. И на уикендах всегда рассматривает свой гарем и выбирает, с кем он прокатится в предстоящую неделю. То есть смотреть на те же акции неделю за неделей имеет смысл. В группе Spike Trade у меня друг и партнер Керри. У него где-то 50 акций в его гареме. Вот так вот. Иногда сделка не удалась, но инструмент интересный. Окей, едем дальше. Как и договаривались, посмотреть банки. И на прошлой неделе мы смотрели много другие банки. Здесь я выбрал Bank of America и JP Morgan. Вот сейчас открыл Bank of America. Я купил этот банк в понедельник, недалеко от открытия. Кстати, видите, как он на гэпе открылся вверх, да? На дневном графике. Но к концу дня я его продал. Что-то доверия у меня не было к этому. Потом я смотрю на это дело и говорю. Алекс, это не твой стиль. Это не технический трейдинг. Это трейдинг против эмоций толпы. Дело в том, что произошел кризис. Пару слов о кризисе банковском. Никто не украл никаких денег, да? Крупные банки, несколько таких серьезного размера банков допустили грубую ошибку. Особенно вот это вот Silicon Valley Bank. Это банк, в котором он очень быстро вырос, потому что он обслуживал, он сориентировался на обслуживании high-tech, высокотехнических компаний в Силиконовой долине. И у них несметное количество депозитов от этих компаний. Значит, депозиты нужно куда-то инвестировать. И они их инвестировали в госбумаги, по которым получали 1%. А по выплатам они платили, может быть, 0,1%, 0,05%. То есть они имели свой навар с этого дела. Когда Федеральный резерв стал закручивать гайки и повышать учетные ставки, то те облигации, которые они купили, если они выдержат эти облигации до конца, облигации, может быть, 5-годичные, 10-20-годичные, если их выдержат до конца, все деньги вернутся. Но если эту облигацию, которая приносит 1% дохода, продать сейчас, а ходовой процент, скажем, 3%, то никто за, скажем, облигация стоит 1000 долларов и выплачивает 1%. А на рынке сейчас облигации выплачивают 3%. Поэтому, если вы захотите эту 1000 долларовую облигацию продать, то вам скажут, мужик, мы тебе предлагаем 970 долларов, 960, со скидкой. Потому что, если я вложу 1000, я хочу 3% иметь, а скидкой я 3% не имею, только один. И поэтому, когда начались какие-то мелкие относительно экономические трудности, и эти вот компании из хай-тека стали забирать свои деньги из банка, то банку нужно было продать облигации, чтобы им вернуть их деньги. И они на этих продажах стали терять деньги. И началась паника, а что дальше, а что дальше, а что дальше, и два банка утонули в результате. Но правительство организовало, что другие банки перекупили эти банки, и все депозиты гарантированы, сохранены, не гарантированы, сохранены. Вот так вот. То есть, это кризис, не то, что там есть какие-то там жуткие провалы, а просто кризис плохих решений. И большие банки, вот типа Банков Америка, они играют гораздо умнее, поэтому у них нет таких проблем, как какие-то были в этих провалившихся банках. Это Банков Америка. Паника закончилась. Я подал рано, но быстро. Давайте посмотрим другой банк еще. Вы хотите Джейпи Морген, кажется, посмотреть, да? Да, сейчас его добавлю. Это тоже один из самых сильных банков в Америке. Один из самых сильных банков в Америке. Просто красивая картина. Посмотрите, вот этот вот хвост кенгуру на дневном графике четко видный. Один день паники, да? Когда акции, которые вообще до кризиса стоили 140 долларов, в кризис они опустились до 130, а тут они упали до 125 в один день. Не такие большие потери. У вас есть график, если вы можете показать? ФРС. Франк, Роберт, Чарли. ФРС. Это банк, в котором у меня есть какие-то деньги, не очень большие, но настоящие. И этот банк специализируется на том, что он обслуживает бизнесменов, состоятельных людей. То же самое, был захвачен в панику. И я немножко закоротел, очень долго не задерживался. А сейчас, вот глядя на этот график, четыре самых крупных банка Америки, кстати, Bank of America, JP Morgan и еще два других, разместили несколько, 30 миллиардов долларов, положили на счета в этом банке, ФРС, чтобы поддержать его, показать, выразить ему поддержку и доверие. И падение затормозило, это хорошо видно на дневном графике. Акции сейчас торгуются по 14 долларов, они были 134 до падения. И я сделал небольшую ставку с помощью опционов. Но это сложная игра. Я продал опционы на следующую неделю на 7,50. То есть я сделал как бы пари, что акции ФРС не упадут в половину за следующую неделю. Если они не упадут в половину за следующую неделю, я в шаповаде. Если они упадут, то я с этим должен бежать. Но это очень хитрая такая профессиональная сделка. Не на саму акцию, а на деривативы. И не на покупку деривативов, а на продажу деривативов. Потому что азартные игроки, которые верят, что этот банк обанкротится, покупают футы, что ты должен их им продать. Но похоже, что банковский кризис устатанился. Спасибо, Александр. Еще есть две бумаги таких из крупных компаний, которые показали рост. Последние несколько дней, несколько недель. И первый это Microsoft. Выдастся, мой друг в Берлине, у которого гарем из 200 акций. Мы с ним как раз обсуждали это дело в последние дни. И он говорит, на рынке произошло раздвоение акций первого класса и все остальные. Акции первого класса поднимаются и тянут за собой весь рынок. А вот все это, он выразился неприличным словом, скажем, отходы. Они все, значит, падают. Это одна из акций первого класса. Они, кстати, сделали очень большую ставку на искусственный интеллект. Сейчас, вы знаете, наверное, вышла программа ChatGPT, которая позволяет нам всем пользоваться искусственным интернетом для очень многих задач. И Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, сказал, что за его жизнь было два гигантских события в компьютерной индустрии. Одна – это когда появились личные компьютеры, революция, на которой он, кстати, так прекрасно заработал. А вторая революция происходит сейчас с искусственным интеллектом, который станет общедоступным. И Microsoft, Гейтс отошел от дел, там управление, профессионалы, они сделали очень большую ставку на этот искусственный интеллект. И это, видимо, помогает двигать компанию. Смотрим на недельный график, и мы видим, что MACD-гистограмма все выше и выше. То есть акция поднимается, и гистограмма растет. Это показывает слева на недельном графике. Это показывает на то, что тренд сильный. Идем направо, на дневной график. Мы видим, что Microsoft поднялся выше своего февральского пика. Если бы это было… И очень часто в таких ситуациях я думаю, так, 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 так. А может быть, это ложный пролом. А может быть, сейчас развернется. Но я смотрю на MACD-гистограмму, и я не вижу никакой медвежьей дивергенции. То есть на новом пике MACD-гистограмма даже выше немножко. Очень сильная акция. Если торговать этой акцией… Я небольшой любитель торговать акциями большими, больших устоявшихся компаний. Они двигаются медленно. Я люблю что-то более бойкое. Но если бы я хотел торговать акцией Microsoft, я бы просто ждал с удочкой у воды, когда дневной график опустится в зону ценности. Вот это место покупки. Спасибо, Александр. И последняя бумага – это Salesforce. Стикер CRM. Очень волатильная акция. Я только так краем уха отслеживаю, что пишут они в Wall Street Journal. Но сначала они уволили огромное количество персонала, и вроде все было очень плохо. А потом вышли с объявлениями о доходах, и это оказалось колоссальное объявление. И вот этот огромный гап вверх на дневном графике – это как раз это самая объява о доходах. Рынок взлетел, опустился в зону ценности. Довольно обычная ситуация. И сейчас на новой высоте. Вот тут-то, вот тут-то. Вот-вот-вот-вот. Здесь провести линию, да? Роман, скоро вы будете вместо меня читать эти графики. Меня вы научили пользоваться Zoom. Я вижу, что я вас тоже чему-то научил. Так что у нас идет взаимный культурный обмен. Осталось только водки еще вместе. Вот. Пролом на новую высоту. Смотрим на МСД-гистограмму у первого пика высота. И смотрим на МСД-гистограмму справа. То есть четкая дивергенция. Она еще более четкая у индекса силы. Но. Но. Импульсная система на недельном графике – зеленая. Импульсная система на дневном графике – зеленая. Некий приятель один говорит, Алекс, привстань и подложи под задницу левую руку. Опять привстань, подложи правую. А вот теперь сядь и хорошо сиди. То есть не прыгай вперед, когда еще рынок не готов. Но это вот рынок, за которым стоит следить. И если он начнет проламывать вот эту вот линию, опускаться ниже своего февральского пика, то это может стать очень привлекательной короткой сделкой на понижение. Но не сегодня. Тысячу лет назад была у меня подруга. Очень успешный трейдер. Очень успешный трейдер. Очень хороший трейдер. К сожалению, умерла много лет тому назад. Один из примеров того, что иногда богатые люди получают плохую медицинскую помощь. Так у нее в ее торговом кабинете на стене была здоровенная доска из пробки. И вот если она видела такой вот график, она его распечатывала, рисовала на нем то, чего она ожидает и прикалывала его к стене. И каждый раз, когда она подходила к своему торговому столу, все, так сказать, ее планы на ближайшее будущее были у нее по левую руку на стене. Она левшая еще была, по левую руку на стене. И вот так вот. Потому что просто сказать, ну, надо будет отследить за CRM. Да, надо отследить. Мало зачем, много зачем надо отследить. А чего ждем? Вот так вот распечатать этот график, нарисовать эту горизонталь, нарисовать стрелочку, что график должен сделать, чтобы заинтересоваться в продаже накоротка и к стеночке, на стеночку повесить и быть готовым. Спасибо большое, Александр. Я думаю, что вы посмотрели все инструменты. Если буквально две минуты вашего времени. Там были несколько вопросов. На один вы ответили в начале. Там был вопрос от Анны. Она, видимо, хочет улучшить немножко свой подход. Признак профессионала. Я учусь. Я учусь. Я учусь. То есть, мой лучший друг, который вообще за всю жизнь у меня был, Лу Тейлор, ему посвящена моя книга, как играть и выигрывать на бирже. Лу Тейлор говорил, он был на 35 лет меня старше. Умер давно уже. Он всегда говорил, если я буду умнеть на полпроцента в год, умру гением. Вот так вот. Мы все продолжаем учиться. Поэтому человек, который ведет себя нагло и говорит, я все знаю, я великий знаток и всего. Этот человек стоит в опасной позиции. Когда человек задает вопросы, это хороший показатель. Не стесняйтесь. Маленькая лекция. Анна пишет. А время у меня есть. Время есть. Время есть для вас всегда. Анна пишет. Прошу вас рассмотреть следующий вопрос. Меняете ли вы ширину конверта в зависимости от волатильности и показателя АТА или используете постоянное значение? Я пользуюсь конверт, которым я пользуюсь. Даже если вы посмотрите на график, на этот CRM. Он подстраивается немножко, особенно это видно хорошо на недельном, даже на дневном графике. Он реагирует на волатильность. То есть ничего подстраивать самому не надо. Когда рынок более волатильен, конверт становится сам по себе немножко шире. Когда рынок спит, конверт становится сам по себе немножко уже. Это, если я не ошибаюсь, у вас на экране, Роман, это выскочило слово. Сам придумал слово, из головы выскочило. Это от Энгелова, автоконверт, от Энгелова. Он потому и называется автоконверт, что он подстраивается сам по себе. И, кстати, вы видите, вот выскочил прямоугольничек на дневном графике. Можно опять его, Роман, пожалуйста, опять прямоугольничек, чтобы этот выскочил. Прекрасно. Значит, параметры даются. Он построен вокруг 22 баров скользящей средней. То есть, это может быть 22 часа, 22 дня, 22 столбика. И его ширина 2,7 стандартных девиаций. Я, когда показывал свой график, я теперь пользуюсь графиком ATR. Он, ну, то же самое, он подстраивается сам. То есть, он медленно подстраивается под нынешнее поведение рынка. Ну, медленно, не резко. Так что, что я вам рекомендую сделать? Выберите себе коэффициенты, которые нравятся вам, и оставьте их в покое. Потому что эти коэффициенты будут сами подстраивать рынок шире или уже, в зависимости от его волатильности. Окей? Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Если нет, пишите. Александр спрашивает в книге «Как играть и выиграть». А, уже прочитал новую книжку. Расписана стратегия входа в сделку по тренду после отката к ценности. Необходимо высчитать среднее пробитие и поставить лимитную заявку на покупку. Чаще всего в момент покупки импульсная система будет красная. Как быть в данной ситуации? Торговать против системы цензуры? Так, нет возможности. Если недельный график позволяет вам торговать, дневной график стоит на повышение, и вы поставили вот этот… Вот смотрим даже на CRM, да? Смотрим на CRM, и вы видите вот этот последний пролом ниже зоны ценности, да? Последний пролом ниже зоны ценности. Во время этого пролома импульсная система стала красной. Я бы жил с этим. Потому что недельный график выглядит хорошо, на дневном графике происходит нормальный откат, и поймать вот конец этого отката, я бы закрыл глаза. Ну, со стопом, совсем как полагается. Но я бы… Когда я сижу перед экраном, что я делаю? Я переключаюсь на более краткосрочный график, и контролирую свои сделки на краткосрочном графике. Но если вы днем на работе, и вам нужно просто поставить вот такой приказ, кстати, очень разумный приказ. Если, значит, будет распродажа, запишите меня. Вот о чем приказ, да? То тогда можно припереть глаза на красный балл. Но поставить стоп потом. И еще один вопрос, тоже от Александра. Как вы искали акции для торговли, если бы у вас не было скриннеры для поиска дивергенции, которые вы запускаете по выходным? У меня есть несколько источников поиска сделок. Скриннеры – это только один из них. И я веду со своим партнером, другом Кириллом Ворном, мой бывший ученик, но со временем мы стали работать вместе. Мы ведем группу SpikeTrade, SpikeTrade.com. И там происходит соревнование на лучшую сделку недели. У нас есть члены этой группы, а есть элитные члены. Кстати, один из них, Роман, прямо в вашем городе находится, да? Игорь у нас на эстонском языке проводит встречи для... Ну, он по-русски тоже говорит, да? Да, 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 да. Я с ним по-русски, да? По-русски мы с вами можем поговорить, а вот... Так, и вот эти 15 человек, они выставляют свою лучшую сделку на предстоящую неделю. Я внимательно всегда их просматриваю, потому что я считаю, что среди 15 умных мужиков какая-то идея должна быть подходящая для меня. Кроме того, я смотрю на сделки всех участников, я их сортирую по алфавиту, не имена, а название акций. Если какая-то акция выскакивает у двух, трех, четырех людей, я тоже люблю ее посмотреть, раз несколько людей интересуются. Вот еще это... Кроме того, я слежу за новостями. То есть не то, что я ищу акции, но когда я вот читаю свой Wall Street Journal, там большая страница деловые новости внутри этой газеты, там есть. Первая страница, потом новости страны, потом международные, потом мнение, а потом финансовые. Вот я всегда финансовые читаю внимательно. Возникает вот та же CRM выскочила там. То есть просто держать уши открытым. Вы знаете, возможность прочитать страфу из стихотворения, которое я очень люблю. По-английски я этого не могу сделать, потому что по-английски этого никто не поймет. Была великая российская поэтесса Анна Ахматова, кстати, мужа которой расстреляли коммунистов, Лев Гумилев, великий русский поэт. У Ахматова есть «Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как некий одуванчик у забора, как татара и резида». Вот точно так же, как вот стихи растут из сора, точно так же трейды могут расти из соры. Только надо смотреть и слушать. Я думаю, что на этом мы... Спасибо большое, Александр. Спасибо еще раз вам за приглашение, очень приятно. У меня... Я живу, не разговаривая на русском языке. Тем более сейчас, когда книжка вышла, то есть переводчица еще все время по-русски общался. Вы даете мне возможность не забыть родной язык. Спасибо большое. Спасибо, Александр, как всегда, за познавательную беседу, за интересный материал, за интересные мысли. Хорошего дня и увидимся через месяц. Спасибо большое. До встречи. До свидания, Александр. И, уважаемые участники, то есть уже были несколько вопросов по поводу конкурса и по поводу индикаторов. Я на них как раз сейчас хотел бы ответить. Во-первых, сказать, как индикаторы можно получить и настроить их на вашей платформе MetaTrader, точно так же, как сейчас вы видели на экране. Собственно, процедура, она достаточно простая. Мы предоставляем бесплатно данные индикаторы нашим клиентам. Это хорошая возможность. То есть можно получить и индикаторы, и в том числе участвовать в наших мастер-классах, где мы с Александром собираемся раз в месяц на английском языке, раз в месяц на русском языке и оттачивать, скажем так, подход. Для того, чтобы запросить индикаторы, нужно написать письмо на почту elderdiscsobakaadmiralmarquez.com и в ответ мы вам пришлем, соответственно, сами индикаторы, шаблоны, видеоинструкцию по установке. Для тех, кто смотрит нас в записи, почта будет в описании, а для тех, кто сейчас в чате, я ее приложил как раз в сообщение. Вы можете скопировать и написать письмо. Собственно, индикаторы работают только на реальных счетах с балансом более 200 евро. То есть если вы уже являетесь клиентом, уже торгуете на реальном счете, то сможете установить и использовать точно так же, как сейчас вы видели в ходе нашего вебинара. Если вы еще не являетесь клиентом, но планируете им стать, то в любом случае любые вопросы по открытию счета вы также можете задать, написав на эту почту, и уже мои коллеги вам в этом помогут. Теперь по поводу конкурса. То есть вы уже видели, как проходит конкурс, как мы проводим итоги, смотрим сделку победителя, несколько сделок, которые не стали победителями, чтобы как раз разобрать ошибки. Это, скажем так, джентльменский конкурс, который у нас проходит. И для того, чтобы принять в нем участие, конкурс у нас проходит на YouTube-канале. Первый шаг, который необходимо сделать, это как раз подписаться на наш YouTube-канал. Сейчас я прикладываю ссылочку для тех, кто еще на него не подписан. Там же как раз и мы выкладываем записи. Собственно, конкурс проходит под последним вебинаром, то есть под последней записью. В данном случае она будет называться «План на апрель». Соответственно, что нужно сделать? Нужно подписаться на канал, поставить лайк видео, предложить одну сделку по одному активу, который торгуется в Admirals, и предложить цену входа, stop loss, take profit, и написать дату, когда вы предлагаете вашу идею, то есть дату поста. Собственно, мы принимаем сделки в период от одного вебинара до следующего, то есть с 30 марта до 21 апреля. Кстати, следующий вебинар у нас пройдет не совсем по плану, 21 апреля, в пятницу вечером мы с вами соберемся, посмотрим, как заканчивается неделя, и встретимся с Александром, да, 21 апреля. Собственно, за этот период, собственно, за этот период, если сделка срабатывает, закрывается по take profit, мы выбираем одного победителя, у которого было самое большое движение в процентах, да, ну вот как вы видели сегодня. Еще раз, это джентльменский конкурс, понятно, что сделки вы можете выходить раньше, да, у себя там на своем счете, но чтобы потренироваться, да, то есть и чтобы получить, получить как раз книгу с фотографом Александра, рекомендую поучаствовать, плюс также есть возможность получить разбор вашей сделки, да, с комментариями Александра. И важный момент, комментарии нельзя редактировать. Поэтому принимайте участие в конкурсе, обязательно посещайте наши вебинары онлайн, да, если вы на них еще не зарегистрированы, то также можно зарегистрироваться по ссылке к видео. И, как я уже сказал, будем рады видеть вас на нашей следующей встрече, которая будет 21 апреля, в пятницу, в то же время, и там мы с вами встретимся. Равшан, да, вижу у вас вопрос. Напишите, пожалуйста, на почту roman.isakov.sobaka.admiralmarkets.com и я расскажу, как, собственно, ну, точнее, узнаю у вас, как мы можем вам приз отправить. Сейчас я свою почту тоже напишу, скопируйте ее, напишите, и мы с вами скоординируемся. Спасибо большое. Всем желаю хорошего вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok